Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сентябрь традиционно открывает осенний сериальный сезон. В целый месяц будет интересным и разнообразным. Нас ждут не только премьеры новых проектов, но и продолжение уже полюбившихся. В этом ролике вас ждет подборка самого интересного контента из всего ожидаемого. Так что поехали! Работа учителя многим из нас кажется простой и скучной. Но главный герой этой истории знает, что это совершенно не так. Эванс Маркес – предподаватель английского языка в обычной школе. Новые вызовы, с которыми Эванс сталкивается каждый день, заставляют предприимчивого учителя искать баланс между личным и профессиональным. Он вместе с учениками радуется победам и переживает их неудачи, прикладывая немалое усилие, чтобы помочь подросткам преодолеть трудности и раскрыть их таланты. Иногда это приводит к конфликтам с коллегами. Учитель английского – комедийно-драматический телесериал. Решерское кресло занял Брайан Джордан Альварес. Он же играет и главную роль учителя. Он наиболее известен своим веб-сериалом «Веселая и чудесная жизнь Калиба Галла». Брайан также выступил в роли сценариста и исполнительного продюсера проекта. Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2024 года на канале FX. Медленные лошади – так прозвали второсортный отдел для променившихся агентов британской разведки. Руководит аутсайдерами деспотично-токсичный Джексон Лэмп. Жизнь проходит скуки, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, раскрученную главным управлением разведки. Внезапно аутсайдеры получают возможность проявить себя в запутанном деле. «Медленные лошади» – сериал в жанре шпионского триллера. В основу сюжета легла серия романов Мика Герана «Слава башня». В актерской команде один из лучших современных голливудских актеров – оскароносный Гарри Олдман, которого мы прекрасно знаем по ролям полицейского в фильме «Леон Киллер» и «Зорга в пятом элементе». Также в сериале играют Джек Лауден, снявшийся в фильмах «Дюнкерк» и «Две королевы», Кристин Скотт Томас, номинантка на премию «Оскар» в фильме «Английский пациент» и Стивен Уодингтон, наиболее известный под главной ролью в исторической драме «Эдуард II». Четвертый сезон стартует 4 сентября на Apple TV+. Рейтинг сериала на IMDb сегодня составляет достойный 8,1. Уже все готово для свадьбы с Элестой и Бенджи. Церемония должна состояться в шикарном поместье на Нантакетте, но всего за несколько часов до торжества происходит трагедия. В ближайшей гавани обнаруживают тело подружки-невесты. Это нарушает все планы, а все гости становятся подозреваемыми. Идеальная пара – детективный драматический сериал. Это адаптация одноименного романа Эллен Хильдербранд. Звездную актерскую команду возглавила Николь Кидман. Она стала первой австралийской актрисой в истории, получившей Оскар в номинации «Лучшая женская роль». Еще в сериале снялись Лив Шрайбер, отмеченный за свои работы премией Тонни и номинациями на премии «Эмми и Золотой глобус», и Дакота Фаннинг, ставшая самой молодой номинанткой на премию гильдии киноактеров США. Премьера первого сезона сериала, состоящего всего из шести эпизодов, запланирована на 5 сентября 2024 года на стриминговой платформе Netflix. Также нас ждет история, основанная на реальных событиях. После вынужденного перерыва Мухаммед Али возвращается на ринг. Победа над соперником Джерри Куорри становится важным шагом в восстановлении репутаций и карьерных позиций. Но триумф на ринге омрачаются трагическими событиями. Вечеринка, устроенная в доме легендарного боксера, подвергается масштабному нападению. Многочисленные гости становятся жертвами неизвестных грабителей. «Бойцовская ночь. Афера на миллион» – мини-сериал в жанре криминальной драмы. Актерский состав заставляет томиться в ожидании. В него вошли Кевин Харт, которого мы привыкли видеть в комедиях, а теперь нам предстоит оценить его драматический талант. Тараджа Херсон, которую мы знаем по роли в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», за которую, кстати, она номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» и обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы – Сэмуэль Л. Джексон, один из любимых актеров Кевина Тарантино. Все восемь эпизодов выйдут одновременно на стриминговом сервисе «Пикок» 5 сентября 2024 года. Дэн Чейз, бывший агент ЦРУ и ветеран Афганистана, жил непримечательной жизнью вдали от цивилизации. Его жена ушла в мир иной из-за болезни, а взрослая дочь Эмили звонит нечасто. Однажды вдовец заметил, что за ним будто бы следят. Очень скоро выяснилось, что для паранойи есть все основания. Ночью Дэн убил вооруженного злоумышленника, проникшего в дом. После этого Чейз скрылся. Так началась эта история. «Старик» – драматический триллер, основанный на одноименном романе Томаса Перри. В сериале участвует замечательная актерская команда. Выделю из всех – Джеффа Бриджеса, отмеченного Оскаром и Золотым Глобусом за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце», и Джона Литгоу, обладателя двух премий «Золотой глобус» и шести премий «Эмми». Нас ждет уже второй сезон увлекательной истории, премьера которого запланирована на 12 сентября 2024 года на канале FX. Дуэйт Манфредди по прозвищу «Генерал» – бывший глава мафии из Нью-Йорка. Он наконец-то смог выйти на свободу после 25-летней отсидки. В Талсе, где его никто не знает, он пытается основать свою криминальную империю с нуля. За время его заключения мир стал другим, и правила игры изменились. Но что делать, если ты больше ничего не умеешь? Матерый гангстер в забытом богом краю ищет новую команду. Он пытается найти свое место в тесном криминальном мире. «Король Талсы» – криминально-драматический комедийный сериал. Главную роль в проекте гармонично исполнил трехкратный номинант на премию «Оскар» Сильвестер Сталлоне. Все помнят его легендарные роли Рокки Бальбуа и Рэмбо. Кстати, прабабушка актера, которую звали Роза Лейба Фиш, таки родилась в Одессе. Первый сезон сериала имел зрительский успех, что подтверждается высоким рейтингом на IMDb. Обещают, что второй сезон будет не хуже первого. В этом убедиться мы сможем 15 сентября, когда сериал, состоящий из 8 эпизодов, станет доступным на стриминге Paramount+. В центре сюжета – история двух братьев. В 1996 году они были осуждены за убийство. Трагедия произошла в семейном особняке в Беверли-Хиллз. Застрелив родителей, они сообщили в 911, что обнаружили родителей мертвыми. По их версии, на момент преступления братья находились в кинотеатре, на просмотре фильма. Позднее один из них рассказал своему психологу о том, что на самом деле произошло. Итогом стало пожизненное заключение обоих без возможности досрочного освобождения. «Монстры. История Лайла и Эрика. Менендес» – это второй сезон криминальной антологии «Монстр». Главные роли исполнили Купер Кох, снявшийся до этого в известном сериале «Власть в ночном городе. Книга первая. Призрак». И Николас Чевес, известный ролью в сериале «Главный госпиталь». Также мы увидим и харизматичного Хавьера Бардема, отмеченного Оскаром за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Старикам тут не место». Дата премьера второго сезона сериала «Монстры» – 19 сентября 2024 года на стриминге Netflix. Легендарная сага о Бэтмене продолжается. Это история Освальда Оззо Коба, получившего прозвище «Пингвин» из-за особенностей походки. Он когда-то был безжалостно изуродован, и в этом вина его врагов. Пережитая боль и длительное восстановление сделали его неустрашимым и мстительным. Готем-сити за время его отсутствия изменился. Здесь есть влиятельные люди и авторитетные персоны. Но «Пингвин» пришел, чтобы установить свои правила. И тем, кто будет стоять на его пути, грозит смерть. Сериал «Пингвин» – это спин-офф нашумевшего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Колин Фаррелл вновь вернулся к роли одиозного суперзлодея Пингвина. Также на экране мы увидим и Кристин Миллиотти, известную нам по участию в сериале «Фарго» и в фильме «Волк с Уолл-стрит». Ей предстоит противостоять главному злодею в борьбе за преступный Олимп. Создатели сериала обещали сохранить тягучую, мрачную, но весьма стильную фирменную атмосферу DC. Ожидаем первый сезон сериала «Пингвин» на стриминге HBO Max, 19 сентября 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные сериалы сентября 2024 года. О новых примерах я расскажу уже в следующем месяце. И чтобы не пропустить, обязательно подпишись на наш канал. А если ты хочешь выразить свою благодарность за наши труды, стань спонсором нашего канала. Для этого под видео есть волшебная кнопка. Всем пока-пока, услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok